Ничего, максимум, что мы можем сесть на этом аэродроме, но мне надо развернуться энергичным образом с кредом 90 градусов и вот сейчас как раз в эту глорию мы заглоримся. Здравствуйте, глупо уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня 31 декабря и самое замечательное, что мы можем сделать, это поздравить всех вас с Новым Годом, ну и, соответственно, слетать, передать вам новогоднее поздравление с неба и самое главное, что мы можем это сделать. Почему? Во-первых, посмотрите на наш замечательный Пик Дебюр. Видите, над ним чечевицеобразное облако. Там, по идее, должна сегодня стоять южная волна. Ну, я не уверен на 100%, что она там есть, но по прогнозу она там есть. Ну, и, во-вторых, со мной летит Николай, которому папа совершенно царский подарок сделал на Новый Год. Полет на планере. Я думаю, я бы за такое в юности бы, наверное, точно. Погнали! Попробуем слетать. 31 декабря, по-моему, кто в баню ходит, а кто на планере летает. Как вы видите, вот я говорил, фанат потеть будет. Сразу потеть начал. Это не из-за того, что кое-кто нарушал режим. А это потому, что очень влажно. Это по-детангу ром, гердекуляж, пистолет. Хочу проходник сделать пониже. Пролетаем над нашими солнечными панельками. Потихонечку набираем высоту. Наша задача выбраться. Бад, вот, облако, это биг-дебюля. Вошел слой с ветром. Пошла турбулентность. Пролетаем над аэродромом Каспермонт. Видим, что на аэродроме никого нету. Перед нами гора Апотер. По идее, на ней может быть динамик. Но не факт. Попали, друзья, в волну. Явно. Устойчивый подъем 3 метра в секунду. И это явно не мотор. Друзья, глушим мотор на планере. Сейчас остановится винт. Чпок. И сейчас мне нужно винт в вертикальное положение получить от него. И тогда моторчик станет аккуратненько убираться сам. Набираю скорость. И вижу, что есть восходящий поток. Подхожу к склону. 11 литров топлива, обесточиваю вионику. Ой, не то я выключил. Вижу, что хорошо тянет. Впереди у нас замечательные тарелочки летающие. В предыдущем ролике мы снимали вам приключения Сергея. Вот кулар, с которого он там шуршал вниз. Восходящий поток достаточно сильный. И я думаю, что мы достаточно бодренько сейчас выскочим в волну. И я смогу поздравить вас с Новым Годом уже с большой высоты. Конечно, ощущать себя в шортах над снегом. Это весьма круто. С другой стороны, почему бы и нет. Тепло реально. Солнце, которое светит через этот парник, фактически, дает очень много. И атмосфера очень теплая. То есть, сегодня 12 градусов. Собственно, это волна южная. То есть, то южная воздушная масса из какой-нибудь Африки, наверное. Мы вдоль облачка прекрасно набираем. Почему эта волна образовалась? Давайте, вы, наверное, зададите вопрос такой красивый. Отвечу. Сейчас левое наше крыло показывает на склон, с которого воздух падает вниз, потом отскакивает и прыгает вверх. Вот это все объяснение. Горы могут раскачивать атмосферу, создавая подобного типа потоки. Причем эти потоки, вот сейчас в данном случае, может быть как динамический восходящий поток, так и волновой. Сейчас, видите, по корме облаков от этих чечевиц явно присутствует волновое воздушное течение. Поэтому, ну, вы сейчас увидите, мы поднимемся выше облаков, и все будет более понятно. А пока мы по фронту этой волны будем потихонечку карабкаться вверх. Итак, мы потихонечку выкарабкиваемся на выше линзы, как я на форму приняла. Иногда у нас есть подъем, иногда нет. Волна слабенькая, ветер всего лишь 46 км в час, ровно 190 градусов. Получается чуть-чуть легкая западная составляющая. Это хорошо. И я нащупываю место, где будет самый большой подъем. Не знаю еще какой, но сейчас вот у нас до двух метров в секунду заброс. Вдоль этой чечевицы вполне себе можно двигаться с набором. Очень красиво, смотрите, как проявляется облако. Его не было секунду назад. Динза постоянно будет меняться. Постоянно менять форму, краски, может быть так. Ну, практически над его верхушкой. То есть, как он им обещал, мы заберемся в шортах 31 декабря. Выше оплако, выше снега. Мне пока не холодно. То есть, хорошо, что мы взлетели 12 метров в начале второго. Это самый-самый пик погоды такой по освещенности. Вот как солнышко начнет горизонт уклониться, тогда все станет намного хуже. Класс. Очень красиво, друзья. Я считаю, что это новогодний подарок. И будет совершенно неправильным, если я не запишу вам в таком потрясающе красивом месте. Поздравление с Новым Годом. Потому что наш же канал позитивный. И я, честно, сегодня мне позвонили знакомые, попросили Николая. Мальчонка со мной сзади летит. Вот ему папа на Новый Год подарок сделал. И я полетел. Ну, как-то вроде как оливье резать. С другой стороны, думаю, неужели я не слетаю. И не покажу вот эту красоту юному молодому человеку. Он же во снах будет это снить, что он на Новый Год летал так прекрасно. Ну, и, конечно, папе респект уважуха за такой подарок. Я ему сам благодарен за то, что он меня вытащил сегодня полетать. Вы поздравления с Новым Годом со всяких мест видели. А видели ли вы с высоты 3 километра 31 декабря? Я сейчас приземлюсь, прям смонтирую ролик и как раз к Новому Году выложу. Друзья, я счастлив, что у меня есть канал Мечта Летать. У нас есть канал Мечта Летать. Потому что когда-то давным-давно я начал снимать видео. И как-то это вот было прикольно, забавно. Но я ничего не умел. Потом мне очень многие помогали. Вот мой друг Сергей, к сожалению, с нами мы уже нет. Но, по сути, он мне сказал, Волков, давай. Ты же у тебя все хорошо получается. Только давай чуть-чуть старайся. Я начал стараться. И потом вот пошла эта отдача. Пошли, наверное, не то, что даже просмотры. А то, что увидел, что действительно людям нравится. И это более чем мотивирует. То есть, представляете, вот я сейчас могу просто наслаждаться видами. А я наслаждаюсь тем, честно, вот я очень тащусь от того, что... Ну, как еще так правильно сказать? От того, что я могу показать вам вот этот фантастический, фантастическое метеоявление атмосферной волны Южной. Причем это волна бриллиантовая. Она бывает 2-3 года в году. И вот мы ее взяли. И делиться этими картинками мне приятно. Приятна ваша реакция, приятна вот эта обратная связь за то, что вы говорите спасибо. Приятно, что есть глубоко уважаемые спонсоры, которые считают, что мой труд может стоить хотя бы небольшую копеечку, который хватает, кстати, на всякие камеры и так далее. То есть, вот я могу бы честно сказать, что вот монетизация, которая идет, там немного. Ну, плюс глубоко уважаемые спонсоры. И, в принципе, я могу полностью парк камер обновить. Я сейчас его обновил. Сейчас снимаю экшен третий с радиомикрофоном тоже диджаевским. Сзади висит GoPro 11. То есть, посмотрим, что за качество у нас получается. Это классно. Но, ну, все это деньги, это деньги. А вот это эмоции, вот некая душа, некоторая уже... Ну, есть завсегдаты и каналы, кто часто пишет всякие комментарии, говорит вау, там... Ну, вот любое небольшое спасибо, это очень ценно. Это реально мотивирует. Мотивирует вот так забраться в небо и с него вещать вам. Но я отвлекся. Ну, кстати, кислорода-то нет. Кислород есть, оборудование сзади. Ладно. До четырех сможем забраться, выше не полезу. Пусть 2023-й будет все-таки лучше 2022-го. Ну, год-то был хороший, но уж очень тяжелый. Я, честно скажу вам, когда вот были вот эти коронавирусы, 20-й, 21-й, думал, ну все, там хуже быть не может. Но, как оптимисты, могу сказать, да, может. То есть, то, что случилось в 22-м, это, конечно... Я надеюсь, что... Что пожелать вам можно? Я хочу пожелать одного, чтобы закончилась война. Пусть эта адская война закончится, и люди смогут вернуться к мирному украшению нашей планеты, которая так красивая. Посмотрите на вот это то, что вокруг. Это же фантастика. Но это все можно делать лучше, лучше и лучше. Здесь каждый, не знаю, каждая горка уже в подъемниках. Возделываются поля, есть прекрасные пешеходные тропинки, есть красивейшие горноложные парки, есть красивейшие дома, уютные. Не знаю, хорошо. Вот пусть везде так будет хорошо, и люди будут тратить свою энергию не на разрушение, а на созидание. Вот я, наверное, больше всего хочу этого пожелать, чтобы мы в 23-м году перешли как раз к такой фазе. Конечно, всем здоровья. Иногда, я недавно, у меня там заболел живот, и болел очень сильно, и я подумал, наверное, вот пока ничего не болит, ты думаешь, да, и нормально. А когда что-то заболит, ты думаешь, елки-палки, а ведь здоровье, это, наверное, одна из ценнейших вещей, которые есть, и дай вам вселенное, друзья, здоровья. Помимо этого, счастье. Счастье очень такое эфемерное понятие. Ну и сейчас, например, счастлив от того, что, знаете, вот сошлось куча случайностей, я сейчас летаю, я давно не летал, и от этого наполняет меня позитивной энергией, которой хочется делиться, и какой-то вот щекотка в душе, такое настроение классное. Сейчас Новый год, приземлимся, друзья ждут. Замечательно. И пусть вы сможете вот этим ощущением какого-то счастья насладиться, и, наверное, оно же часто люди гонятся за счастьем. Счастье бывает, что вот я это сделаю, и буду дальше счастлив, вот все. А потом, раз, не получилось. А самое худшее, когда гонятся в счастье, за счастьем, типа за вещами какими-то. Куплю какую-нибудь машину вот такую, и вот точно после этого будет счастье. Нет, наверное, самое вкусное счастье – это на пути, на пути какой-то цели, на общении с близкими, на идеях, на озарениях, на сверкании в этом мире. Удача, конечно, потому что без удачи тяжело. Бывает, что ты делаешь, все хорошо, а что-то не получается. И, на самом деле, вот трудности закаляют, и, наверное, трудности дают вкус вот этой победы, приправляя то счастье, которое на нас сваливается. Так что, друзья, всего такого, самого-самого-самого хорошего, не знаю, хочется обнять душу и сказать, классно, мы большая, хорошая, замечательная команда, которая объединена, наверное, какой-то любовью к небу. Я счастлив от того, что делюсь этим с вами, и буду делать это и впредь. С Новым годом, друзья! Гей-гей-гей! Пытаемся сделать прямой эфир. Я спускаюсь пониже, потому что связи нет. Вот что-то вроде как пошло. Пошло дело. Ну что ж, друзья, у меня получился и прямой эфир, и я туда выложил, и тех поздравил, и тем позвонил. Поэтому на этой позитивной ноте, кстати, разыгралась волна, видите, как она, не знаю, какие-то щели появились, еще чего-то. То есть, то стало намного интересней. Я предлагаю немножечко пошалить, и после этого замечательным образом пойти на посадку, потому что времени уже много, он, так сказать, оливье не ждет. Вы скажете, как можно променять оливье на такие полеты? Ну а что мне жена скажет, друзья? Скажет, что мы тут стараемся, цесарку запекаем в собственном соку, а ты, хулиган, облака протыкаешь крылом? Ну да, на самом деле, жена мне такого не скажет. Она поддерживает меня вот в этих всех начинаниях, полетах, и к сегодня я говорю, слушай, я тут полетать на Новый год, так и лети. О, смотрите, как красиво. О, вот это мне не нравится. В облако я не хочу. Оп. Сейчас выскочим. Хотел бы мы это гала снять, но видите, увлекся немножко. Сейчас попробуем на следующем проходе снять. Это явление, когда солнце создает вот эту вот картинку на фоне облака. Глория, Галла. Я всегда знаю два названия, всегда и путаю. Вот, крыло сейчас в эту Глорию тычется. Потом сейчас... Вот она. Поближе к Глории. Так. И не попасть ни в коем образом в облако. А то, что вы знаете, шалить можно. И так, и сяк. Главное не шалить, так, чтобы за шалость было, так сказать, больно. Неоправданно. Ну, смотрите, попробуем с Глорией еще раз, что сделать. Я сейчас набираю скорость 200 км в час. Протыкая облака, которые впереди. Сейчас выскочу на на ветреную сторону. Ветер достаточно сильный, дует он со скоростью 44 км в час. И постоянно формирует вот эту вот облачность. Облако это живет, кипит, его сдувает периодически за склон. Сейчас мне надо развернуться энергичным образом. Вот, с кредом 90 градусов. И вот сейчас как раз в эту Глорию мы заглоримся. заглоримся. Вау. Мне надо развернуться энергичным образом. Вот, с кредом 90 градусов. И вот сейчас как раз в эту Глорию мы заглоримся. сбросить скорость, выскочить над облаком. Можем такую штуку красивую повторить. Мне понравился маневр. А вам? План мой такой. Отойти чуть подальше от системы, чтобы иметь побольше времени настроиться. Вытащу камеру за борт и совершу такой хитрый маневр. За бортом очень холодно, поэтому у меня не очень много времени будет. Камера за бортом. Делаю разворотик лихой. Опа! И пробуем в эту Глорию. Ну что ж, друзья, мы достаточно нарезвились. Я разгоняюсь и мы будем двигаться в сторону аэродрома. По дороге домой мы решили одним глазком заклянуть на водопад. Я проверю, течет ли водичка или нет. Зима, он обычно весенний такой. В эту чашечку стекает вся вода, которая образуется и там видно замерзшее озеро. На этом озере очень красиво и летал достаточно низко. А туристы вытоптали на нем такую фигуру определенную. Я тебе оставлю кусочек, увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Give me my dreams Есть, водопад есть. Он бывает, называется еще бесконечный водопад. Почему бесконечный? Потому что когда дует очень сильный ветер, сейчас не очень сильный дует, 58 км в час. А когда ветер дует сильнее, то часто бывает, что воду вверх выкидывает. Даже сейчас, кстати, видно. Видите, немножечко воду сдувает. Субтитры создавал DimaTorzok Вот озеро, из которого все образуется. Вот оно. Сейчас мы продавать пройдем. Ю-ху! Ю-ху! Вращаемся с водопадиком и идем домой. Подлетаем к аэродрому. Достаточно приличная болтанка, то есть ощутимый южный ветер. Скорее всего, он даже на аэродроме. Я сейчас подлетим поближе, посмотрим по колдуну. Появились, вот крыло показывает сейчас на роторное облачко по центру долины. Это все говорит о том, что ветер, который наверху дул со скоростью там до 60 км в час, потихонечку опускается ниже. Сейчас у нас индикатор показывает 49, но вряд ли. Сейчас проверю на аэродроме, что творится, чтобы рассчитать поточнее заход на посадку. Здесь может быть достаточно сильное снижение, гора впереди. Создавать должна довольно приличную турбулентность. Колдун показывает, что ветра нет, штиль, но болтанка есть. Ну ладно. Учтем это. Выкинул шасси и буду докладываться, что захожу на посадку. Сэр Лобот Инди, Виктор Даун Винг, Лэндинг Ту Саус. Закрылок. Сейчас уменьшу скорость. Эти болтаночка-то приличная. Сэр Лэндинг. Оп. Полностью выпущены воздушные тормоза. И поехали. По моей любимой энергичной конфигурации. Чтобы, во-первых, времени терять. Во-вторых, это просто красиво. Скорость я держу 120 на таком вираже, чтобы все-таки небольшой запас энергии иметь еще и в скорости. ветер будет немножечко встречным, поэтому я не залезаю прямо на торец полосы, рассчитываю. Рассчитываю кончить вираж прямо над торцом полосы. Видите, как у меня пристрелено все. Оп. Хорошо. И сейчас убираю воздушные тормоза. Почему я это делаю? Да потому что я хочу поближе подлететь к полосе, потому что не хочу толкать планер. Вот. Подлетел поближе, теперь тормоза где-то на треть. И вешу, 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 вешу. Ой, здесь, кстати, камера стояла моя. Вот. Главное не раздавить. Оп. Теперь проверяю, есть ли гидравлика. Гидравлика есть. Соответственно, будем красиво катиться, ехать к ангару. Немножечко плохо видно мне против солнца. Сворачиваю к ангару и еду. Чем точнее я доеду, тем меньше толкать придется планер. Я человек ленивый, особенно на Новый год. Оп. Ровно по си дверей. Чунь. Фух, есть контакт. Ну, держался молодцом. Браво. Мы были на 3200 метрах. 3200 метров. Выше вот тех облаков, которые на пик двери. Все замечательно. Еще раз с Новым годом. И до встречи в 2023 году на канале Мечта летать на новых позитивных роликов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова